Я хочу работать, учиться онлайн. Сейчас мы наметили первый вектор сотрудничества. Это размещение курсов Казанского федерального университета на нашей образовательной платформе. Ярмарка вакансий. Я знаю, куда мне идти работать. Я прокачал свой скилл, теперь я могу сделать крутую рекламу. Я думаю, увидеть хороших спикеров, которые ароматно объясняют, что они будут делать на будущей профессии. Длинные выходные в мае. Правда или ложь? Всем привет. В эфире Универньюз, а в студии Максим Мартынов. Михаила Варфоломеева, заведующего кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов, Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета, включили в состав Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и в состав Президиума этого Совета. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства Российской Федерации. 14 апреля Казанский федеральный университет посетили представители руководства образовательной платформы «Скиллбокс». В рамках встречи были обсуждены вопросы экономического и стратегического продвижения, а также прослушаны лекции на тему спроса образовательных онлайн-продуктов. Подробнее расскажет наш корреспондент Карина Сайхова. 14 апреля в Казанском федеральном университете прошел круглый стол по вопросам взаимодействия с образовательной теч-платформой «Скиллбокс». Сооснователи, директор по развитию бизнеса данного ресурса Сергей Попков и руководитель направления высшее образование Надежды Галкина рассказали о работе сервиса, количестве предлагаемых курсов, зарегистрированных активных пользователей и дальнейшей перспективе развития в условиях цифровизации общества. По словам Сергея Попкова, на сегодняшний день неожиданно большому количеству людей удобнее получить информацию в формате онлайн, то есть когда удобно. Люди начинают понимать, что онлайн это удобно, что онлайн это гибкий формат, и в образовании это набирает популярность, но это, конечно, стало очень массовым и популярным после пандемии в 2020 году. Вот сейчас мы просто уже констатируем некоторую нормализацию спроса на онлайн образование и, как следствие, постоянный небольшой прирост, плюс какие-то новые технологии, новшества, которые позволяют этот формат сделать наиболее интересным, интерактивным. Помимо большого количества курсов от профессионалов той или иной области, «Скиллбокс» сотрудничает с высшими учебными заведениями и даже дает возможность получить образование государственного образца – онлайн-бакалавриат и онлайн-магистратура. В рамках круглого стола представители Казанского федерального университета и руководство платформы определили векторы для будущего двустороннего развития. Сейчас мы наметили первый вектор сотрудничества – это размещение курсов Казанского федерального университета на нашей образовательной платформе для коротких курсов университетов, и это будет первый быстрый шаг. И наметили планы по сотрудничеству в рамках совместных программ – либо магистратур, либо депо. Здесь нам нужно немножко поразрабатывать, но мы движемся в этом направлении. Далее в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета прошла лекция от представителей руководства «Скиллбокс». Тема – почему растет спрос на образовательные онлайн-продукты сегодня актуальна как никогда. Ведь за последние несколько лет люди все активнее выходят из законсервированного состояния и переходят в новую технологичную реальность. EdTech создает продукты на стыке образования и технологий, развивает смешанный формат обучения, а также позволяет получать навыки людям с ограниченными возможностями, проживающих в отдаленных регионах. Онлайн позволяет гораздо быстрее обновлять контент, делать более точные подходы к скиллсету работодателя и следить за тем, что нужен рынок труда. Когда мы говорим о гибридном образовании между университетом и скиллбокс, мы избегаем ситуации, что надо прогуливать в пары, чтобы получить рабочий опыт, и мы избегаем ситуации, когда ты заканчиваешь университет, приходишь на работу, а тебе говорят, забудь все, о чем мы тебя учили в универе. Как бы попсово это ни звучало, это до сих пор иногда так происходит, а мы берем все, что мы даем на своих основных курсах и привносим это в основную образовательную программу. Фундамент от университета, практика от нас, идеальная коллаба. Отметим, что образовательные онлайн-платформы с каждым годом только набирают обороты. По словам экспертов, с ростом технологии обучение в сети обеспечивает качественное и полноценное образование и обладает рядом вне конкурентных преимуществ. Онлайн или офлайн – вопрос, на который нельзя дать односложного ответа. Однако всегда можно выбрать золотую середину. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Александр Кузнецов, Универниус. Ярмарка вакансий в Казанском федеральном университете. Как в республике обстоят дела с трудоустройством студентов? Для чего проводится ярмарка вакансий? Что нужно сделать, чтобы попасть на ярмарку вакансий? Обо всех подробностях смотрите в следующем сюжете. В мраморном зале Казанского федерального университета состоялась ярмарка вакансий от работодателей, готовых взять на работу студентов, а также выпускников вуза. Каждая организация представила свою экспозицию с информацией о компании и возможностях карьерного роста. Студенты смогли не только лично пообщаться с представителями крупных компаний, но и поучаствовать в мастер-классах. Мероприятие посетила депутат Государственной Думы Ольга Павлова. КФУ – это одна из приоритетных. А вот студенты, они же здесь много, они тоже ходят, смотрят. Вы на них тоже делаете какую-то ставку? Мы делаем не просто ставку, это будущее России. Через несколько лет им придется взять свои руки управления и производством, и страной. Конечно, здесь и студенты, здесь и школьники. Прежде всего, школьники должны правильно выбрать свой путь в жизни. Какие здесь ключевые профессии представлены? Много профессий представлено, очень много. Я вам говорю, начиная от производства информационных технологий до социальных профессий. Чаще всего с проблемой трудоустройства сталкиваются студенты. Виной этому график, который не позволяет совмещать работу с учебой, а также отсутствие опыта по специальностям. Не только работать и учиться, но когда сессия, только заниматься, например, учебой и работу пока отложить на второй фланг. Ярмарка вакансий является мероприятием, прежде всего, необходимым для студентов. Она позволяет им ориентироваться в профессиональной деятельности, а также выстраивать в дальнейшем собственную карьеру. Вероника Гимранова, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс. Приходите, тут очень круто. Завтра тоже будет ярмарка, обязательно посещайте ее. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошел уже девятый Russian PR Week. На мероприятии выступали известные в сфере рекламы спикеры, а самые активные гости получили подарок – аудиокнигу «Хайпанем». Подробнее в следующем сюжете. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» стартовал Russian PR Week. Он собрал порядка 500 представителей медиасферы. В мероприятии приняли участие студенты российских вузов, преподаватели и специалисты. Каждый год мы составляем списки, основываясь на желаниях студентов. То есть мы отправляем форму студентам, а не заполнять, кого бы они хотели видеть. Мы выбираем топ-12 и начинаем с ними договариваться, приглашаем их как выступающих. Напомним, что Russian PR Week – это всероссийский интерактивный форум общественных коммуникаций. В этом году он прошел уже в девятый раз. Событие было запланировано в честь юбилея кафедры. Участники форума смогли посетить выступления гуру пиар и рекламы, узнать о новых увлекательных кейсах и завести полезные знакомства. Мы, наверное, базово поговорим о том, как работать со СМИ, потому что мир сильно меняется, появляются новые каналы коммуникации. Важно понимать пиарщику, да и рекламщику тоже, как правильно работать с журналистами, как реагировать на их запросы, как не реагировать на эти запросы. Наверное, тут базовое то, что мы сегодня обсудим. Первый день форума выступил Дмитрий Озман, директор по развитию Forbes Russia. Роман Масленников – основатель агентства взрывной пиар, а также Алексей Пережогин – психоаналитический терапевт и преподаватель психоанализа. В рамках лекции спикеры затронули тему коммуникации пиар-специалистов с журналистами, выгорания от любимой работы, вовлечения суперзвезд в пиар. Затронули и вопрос трудоустройства в ведущей компании. Я ожидаю увидеть много интересных спикеров, а также получить от них какую-то информацию, которую я смогу воплотить в жизни, на практике. КФУ в этом году пригласила просто отличных спикеров, которые работали с Forbes, работали с Doji Cat, и это очень круто узнать от них интересную информацию. Я думаю увидеть хороших спикеров, которые романом объяснят, что они будут делать на будущей профессии. Мероприятие продлится до 16 апреля. Впереди участников ждут лекции, интеллектуальная игра, олимпиада по рекламе и вечеринка на пиаримся. Самые активные гости получат подарок от спикера – аудиокнигу «Хайпанем», озвученную голосом автора. Виктория Бабайлова, Александр Кузнецов, Универтньюз. 5 апреля в Госдуме началось обсуждение закона проекта о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздничных дней. Подробности узнаем в сюжете. В Госдуме депутаты партии «Новые люди» предложили законопроект, благодаря которому россияне смогут больше отдыхать в майские праздники. Но при этом сократится новогодняя неделя на 4 дня. Все плыднее жители России смогут больше времени проводить на природе и за пределами дома, в отличие от январских праздников. Документ уже был внесен на рассмотрение в Нижнюю палату российского парламента. Если законопроект будет принят быстрее, чем предполагается, то уже в 2023 году майские выходные могут начаться с 29 апреля по 9 мая. Это будет еще одной чудесной возможностью для иногородних студентов поехать домой в мае. Я думаю, что это неправильно и должно быть и новогодние праздники. Между тем, не все владельцы бизнеса положительно оценят законопроект. И дополнительные выходные – это дополнительные расходы. День длинных майских и коротких новогодних не обсуждается уже несколько лет. Некоторые жители России отнеслись скептически к данному законопроекту. Появилась масса вопросов о том, как будут проходить выходные, влияют ли они на заработную плату и будут ли заставлять людей работать в выходные. Нет, майская заработная плата будет такой же. Это же будут официальные выходные. Они, соответственно, так же, как и написаны трудовым договором. Это такой же обычный месяц, просто государство может предоставить нам дополнительные выходные. Между тем, не все владельцы бизнеса положительно оценивают законопроект. Ведь дополнительные выходные – это дополнительные расходы. В принципе, это то время, когда люди уделяют время для наших дизайнеров и приезжают. Поэтому нас, как представителей мебельной индустрии, такой перенос не пугает. Наоборот, изменения для бизнеса – это нам даст только плюс, потому что не все успевают в выходные дни. И если чем больше выходных дней у города, тем лучше для нас. По словам экспертов, изменения все-таки могут наступить, ведь документы должны принять к концу лета. Учитывая, что чиновники крайне редко вносят поправки в уже разработанные графики, у россиян есть возможность ориентироваться на новый праздничный календарь, строя свои планы на грядущий год. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»